доброе утро мои дорогие друзья сегодня вторник выходной я еду фитнес вот так у меня душа просит и тело мне диктует хотя хотя комментарий у меня один насчет моего выходного пора на кухню уже генеральную делать прошу прощения что не следую этому руководству чихала я на кухню мне нужны сила и энергия сила и энергия продолжать борьбу за эту жизнь платить счета вкусно кушать поэтому кухня у нас нормально все как говорится дезинфицировать даже мелких муравьев нет не зря он капал капал брызгал все устранил надеюсь что у нас теперь все хорошо и ты полно несмотря на то что сочи утащила кусок налопалась довольная счастливая стала она такая да все что я ягоды или что-то ем она обязательно считать что и она должна то есть вот вчера я ела мелкие орешки так как я ела по чуть-чуть ну непременно она посчитала что она должна то тоже попробовать и кушать чавкала со мной артистка столько радости от нее вот чем больше она каких-то проказ делает вот именно знаете таких природных вот не дрессировки а вот именно что ей природа диктует вот то она и делает вот этим мы этого мы и хотели с Данилом нам не нужна дрессированная собака который выполняет команды нас очень устраивает и мы любим именно свою Сочи которая поменялась она тоже с возрастом стала такая настырная с характером может не обращать на нас внимания отвернуться от нас а если захотела играть то мы должны все бросить и играть с ней итак у меня такой план сегодня не мой тренер во вторник обычно я ни разу не ездила девчонка молодая ведет зомбу ну как уж есть так и попрыгаю вот потом посижу в джакузи потом приму душ вот в этой униформе же униформе в спортивной одежде оболью себя водой смою пот и пойду в джакузи и поплаваю немного потом домой посплю ну и вечером гулять в Сочи так что кухня по боку еды полный холодильник Дэниел у меня питается хорошо а правильная неправильная еда есть вот люди знаете и питается правильно я не знаю что такое у всех у всех своя правильная еда я работаю я работаю в заведении где люди живут до 100 лет я вижу как они питаются я все прекрасно знаю у Дэниела конечно свои привычки которые многие он уже ну по возможности исключил но тем не менее все равно остались так же как у меня любовь к орехам фруктам погодни фрукты есть целыми днями и чувствовать себя превосходно а что фрукты с орехами очень здоровая еда ну вот он фрукты не любит натуральные почему-то банки вот эти порезанные фрукты вот сходил купил не знаю тут уже знаете каждый решает как распоряжаться остатками жизни остатками все таки мы прожили большую часть жизни и теперь уже как говорится что осталось в остатке естественно хочется и подольше пожить и поменьше болеть и повкуснее кушать ну а о путешествиях уже вообще молчим путешествие у нас это прогулка с очулькой Данилка даже вот в парк так ее и не сводил выходные прошлое хотел я довольна что я все таки смогла себя поднять вы знаете а Данил конечно спи иди спи я говорю нет я поеду поеду я знаю что я потом буду рада с глазами с глазами с глазами да 13 мая у меня прием проверят мои глаза если надо будет подклеить мне там все что отпало насчет прыгания ну не знаю но здесь вот как-то нет такого вот даже вот видите Данил вроде и говорит об инвалидности как только попадет в госпиталь да надо на инвалидность как только выйдет он продолжает работать почему потому что он не уверен что ему могут дать инвалидность а дадут просто ну раннее social security но рано это значит он будет не полный social security пенсия по нашему потом уже ее и не добавишь вот так же как я если я сейчас выйду на пенсию мне дадут процентов я не знаю я не узнавала но будем так говорить 80 от полной моей по нашему пенсии вот и уже не добавят а если выйду судя по всему полная пенсия у меня будет не пенсия а social security здесь называют это как пособие вы знаете у нас вот тоже в России вот пенсии маленькие ну это тоже то же самое пособие по трудовым смотрят кто сколько работал какие зарплаты были все это учитывается конечно и вот поэтому мне надо дорабатывать чтобы сто процентов а сто процентов это самое большое повезет если будет тысяча долларов вот тебе и все а если выйду сейчас будет где-то долларов восемьсот ну это вообще никак не прожить на работу ходить можно конечно но уже будет не надо будет работать не фултайм а партайм это значит тоже полные смены брать нельзя иначе потом все это таксы таксы придется налоги налоги отдать надо брать какое-то определенное количество рабочих смен а это тоже знаете партайм я бы никогда не хотела работать это будут тебя совать где не попадя так сказать сейчас я как-то знаете чувствую себя стабильно уверенно спокойно а потом будут знаете любую смену могут тебе утром вечером ночью предлагать кому-то надо под старость поэтому тут такие столько нюансов конечно если бы совсем наверное не могла работать наверное все равно уже как-то оформила пенсию но я стараюсь поддерживаю себя поехала вот за здоровьем а что бы я на кухне генеральную сделала какую генеральную я не понимаю со стола все убрать ну все равно через день будет все обратно на столе то что нам каждый день нужно и чем пользуемся все равно все достаем обратно чтобы не искать по шкафчикам поэтому живем так как нам удобно вот в этом плане мы с Дэниелом мы не чистюли мы не кончены грязнули культурно если сказать живем в удобстве вот и все как нам удобно отчитываться нам не перед кем ну если вам иногда не нравится можете сходить там где облизывают все углы только этим и занимаются в своей жизни вылизывают все в доме можете к тем пойти посмотреть их вот а мы такие с Данилкой простые работяги на самых тяжелых работах и дом для нас это место где не музей а просто комната для отдыха вот так комната отдыха удобно сейчас кондиционер сделали счастливые крышу еще не сделали видите я решила сегодня не заниматься этим потому что целый день бы ушел на ожидание соседа пока он позавтракает потом когда придет когда вздумает прошлый раз он пришел мы звонили ему утром он пришел где-то ближе к вечеру поэтому знаете целый день в ожидании как-то не очень пока все-таки может Дэниел сам все сделает у него два выходных впереди ну может это и получится ой что-то тут вся дорожка закрыта то мусорки то и да хочу добавить почему я еду во вторник хотя у меня через три дня будут будет выходной выходные в субботу воскресенье но как вы помните там по субботам ходит бородатый который секет за мной вот паранойя у меня может быть да ну что делать я решила на неделе думаю на неделе его не будет поэтому я спокойно могу посидеть не оглядывая что кто-то заглядывает на меня мне это совершенно не интересно хочется знаете спокойно чувствовать себя свободно ни от кого ни от чьих взглядов не зависящих так быстренько поворачиваем и гоним пип-пип вот видите через окно вон джакузи бассейн одна тетенька плавает так что на неделе самотел народу много все занимаются это я не поняла опять что опоздала ой умор приехала на зумбу на час позже зумба закончилась как я могла спутаться не знаю ну пойдем сейчас покручу педали перед бассейном ну что напарилась я сауна правда не работала пришлось сидеть в джакузи плавать в бассейне вот уже переоделась готова ехать домой забыла еще сказать да я промахнулась на час приехала уже к концу к концу зумбы но я на степ машине 30 минут с нагрузкой походила и руки вот так работали и ноги маршировали с нагрузкой прям поэтому 30 минут вот так завтра буду хромая опять только потом я пошла купаться в сауну о джакузи в сауну в прошлый раз дверь не закрывалась до сих пор не сделали как-то вы знаете за такие деньги как я платим помню прошлый раз у меня был отпуск у них бассейн не работал целую неделю в этот раз я приехала сауна не работает как-то не очень объявления нет в графике ну ничего утро прошло замечательно сейчас приеду покушаю огурчиков своих любимых и спать пока 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 пока